Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В этой серии, как я и обещал, мы займёмся Еведом, при помощи нашего супер хитрого плана. Так, но для начала мне нужно вставить все камни на место. Так, чтобы мне попасть в башню... Проще говоря... От этой развилки мне нужно хреначить до острова Големов, точнее до ихнего кладбища. А потом... Куда потом? Ну а потом там должен быть переход, по идее. Так, да, где-то так. Не хочу я отвлекаться на этих конченых. Лованов, утопцев, этой тряне. Так-с. Сюда. А вот с этим утопцем мне, думаю, придётся подраться. Блин, далековато обходить, но... Ладно, неважно. Куда ты пошёл, мать твою? Я буду ещё за ним гоняться. Офигевший какой. Ну давай уже, рассыпайся, ну. Хорошо. Всё пока что идёт по плану. Так, ну давайте наточим наши мечи. Не просто ж так я эти мелки с собой таскаю. Ну и какого хрена он не сдох? Так, а вот и башня. А вот и башня. Это было не сложно. Реймонд. Ну чё, идёте сюда, да? Сейчас меня слегка попустит. Так, сохранение. Простая дедукция. Простая или непростая? Скоро ты узнаешь правду. Не нервничаешь? Лучше сосредоточусь на задании. Мне принести из башни книгу? Да, и побыстрее. Нельзя, чтобы Калькштейн нас опередил. Надеюсь, этот убийца заглотил наживку. Я этим занимаюсь. Но я Калькштейну не сказал, что я иду открывать башню. Может, это была ошибка? Вполне возможно, что я ошибся на этом моменте, но возвращаться я не буду. Сефирот слился в свою иску. Но древняя магия всё ещё действует. Но последний в любом случае аж там. В деревне эльфов. И куда это я вышел? О, кстати. Раз я уже пошёл в сторону дедушки, то давайте-ка я заодно его спрошу. Не он ли мальчонку забрал? Блин. Геральт, прекрати. Потому что этот старый Ганнибал мне должен... ты б... почему ты мне нахвасан... а краснолюшка... нет, это меня не интересует. такс... дедушка... ты... за... дедушка... да вроде ничего не знает. Вроде не ел. Вроде новых там... каких-то... особых у него... еды... и останков нету. поэтому... не знаю. Такс... Стоп, а как я попал туда? А вот, вот так это было, да? Пошёл. Такс... маги всё-таки хреновые строители, потому что он строил свою башню три раза. И только с третьего у него что-то получилось. Что-то, знаете, как-то не чувствуется эта прибавка в 20%. Ну да ладно. Такс... а я смогу пересечь это болот? Ой, там виверны заспаунились. дотону в жопу. Я лучше другой стороны пойду. Нормально. Там просто виверны заспаунились, и это серьёзное дерьмо. Отойдите вы в жопу. Надоели, блин. лезут, 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 лезут. Идите в нафиг. Я вас не звал. Такс. Последний обелиск. Все сифероты установлены. Все сифероты установлены. Магидарь вибрирует, как сумасшедший. Похоже, заклинание действительно действует. Дверь башни должна быть уже открыта. Могу сказать, как что-нибудь, что вы... Так, ну... Я сейчас иду назад, потому что хочу поквитаться за наркотики. Естественно, я не отдам тому чувачку деньги и тому внову. Я ему просто отрежу ухо или бороду. Вот. А в углу оставлю себе. Ничего не поделаешь. Бизнес есть бизнес. А я же один в этом деле. Тем более это наркота. Продолжи. Паромщик очень вовремя. Не так быстро. Я ведь рисковал и ползал по болоту. Я оставляю золото себе. Черт бы тебя побрал, ублюдский ведьмачий сын! Лойза. Вон! То есть ты драться со мной не будешь? Да хорошо. Значит, зассал все-таки со ведьмаком драться. Это правильно. это ты правильно сделал, чувачок. Так, можно прям тут сворачивать и переходить до башни. Ну, блин, что-то очково, знаете ли. Потому что все-таки башню я уже открыл. Значит, Реймонд, ну, то бишь, Евет уже попал туда. А это крайне-крайне нерадужно. эти утопцы. Да иди нафиг. Делать мне больше нечего, вот это вот с вами пинаться. Такс, такс, такс. Реймонд, ты хоть там? Хорошо. Такс, че у нас есть по бафам? Кошка не подходит. Так, позволяет невидимых видеть. Пурга улучшает рефлекс и скорость реакции, увеличит вероятность отразить удары. У меня их две штуки, поэтому можно, в принципе, выпить. Ласточка. Ну, что? в принципе, давайте бафаться. Бьем ласточку и пьем пургу. Не понял? это типа замедление какое-то, что ли? да, блин, это, конечно, тормоза еще те, но... я думаю, это мне поможет. скоро ты узнаешь правду. Я уже ее знаю. ласточки да, яйца. удачусь, но... яйца. 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 А что? Эликсир Рафарда Белого. Часть потерянного здоровья мгновенно. Офигенная штука, наверное. Книга мага из башни. Так, нужно... Такс, такс, такс. Да-да-давай. Еще оружие закуем. Хорошо. Можно выходить. Ну что? Ты хочешь узнать правду? Я уже очень хочу. Только вопрос. Когда ты решил принять облик Реймонда? Ты сам подсказал. Он шел за мной, а ты ему доверял. Глупо было не использовать случай. Но... Вот по этому плану ты и встретился с Ведьмаком. Глупо было бы мне не использовать случай. Хватит болтать. Веди меня туда, где ты спрятал все, что украл в Каэр Мархене. Я думаю, все так просто не будет. Да. так, где ты? А, вот он. Кивеет. не, не то. Меч меняй, мать твою. Да что не так-то, ёпта? Мет pro мать твою. Выходи, Евет! Прибыл по приказанию своего господина Слушаю и повинуюсь Профессор, кончай клоунаду и займись Ведьмаком Видишь ли, Ведьмак, Азарт испытывает определенный дискомфорт в водной стихии Я в пупсе С этими магами огня Отлично, одним выстрелом двух зайцев Мои фокусы? Тут не помогут Мои фокусы? По-моему, ты что-то не понял «Экстраординарна» « slot на кредит, а звук X3» Азар Балван, ты позволил Ведьмаку провести себя. Тихо. Возвращаемся на базу в Кубеческий квадрат. Быстрее, пока он не очнулся. Мы с тобой еще встретимся. А, встретимся, как же. Все согласны, что события, потрясшие Тимерию, начались на болотах под Возимой. Обе стороны предвидели конфликты и испытывали врага. Не понял. Обычная разведка превратилась в битву. Да. Орден победил благодаря разведке решимости порожденной верой. Скай и Таэли поняли, что дорога к свободе будет полита кровью. Азар вывел меня из боя, когда я очнулся благодаря триск груды тел были рядом. Последний раз я смог сохранить нейтральность. И... чё? Как я это сделал? Я ж не разговаривал ни со Скайта Элеми, ни тем более с Орденом. Они, походу, победили без меня. Бывает. Ошибаешься. Он в моей власти. Третья глава. Не только он. Все они. Жаль, что Фольтеста сейчас нет. Но вы займётесь советом королей. А проблема с Леову Арденом тоже решена? Да. Он принял моё предложение. Он сказал, что те, кто стоит за ним, сами собирались подобное предложить. Но мы опередили. Мужчины-болтуны. Всегда во всём хотят быть первыми. Кстати, как там твой Ведьмак? Думаю, удастся его убедить. Не ошибись. Геральт проницательный и... Особенный. Я знаю. Я ухожу. Я свяжусь, когда закончим с этим. Ведьмак не должен узнать то, что ты скрываешь. Типа я не узнаю, да? Офигенно ты придумала. Рис. Зачем ты встаёшь? Я хочу проверить, здоров ли ты уже. Да. Больно не будет. А. Нормально. Нормальная проверочка, здоров ли я. Результаты тестов положительные. Ты полностью восстановился. Хорошо. Всё ваш странный ведьмачий медболизм. Трис. Как я тут очутился? Чистое совпадение. Я изучала магические аномалии и наткнулась на фальшивый след, который оставил этот шарлатан Калькштейн. Ты нашла меня на болоте? Что же там произошло на самом деле? Я не знаю. Алхимик всё ещё изучает камень, но там ничего нет. Самые большие аномалии здесь, в Изиме. Магические аномалии в Изиме? Да, я была бы тебе благодарна, если бы ты помог мне разобраться. Но пока что надо разобраться с твоим здоровьем. Хм. А? Думаю, ты прочла не только это. Это неизбежно? Ты слишком громко думаешь? В любом случае, теперь я знаю о твоих последних приключениях. Ты можешь справиться с моей амнезией. Вернуть тебе память? Нет. Очень вряд ли. Но есть призрачный шанс. И чего ты замолчала? Какой призрачный шанс? Судя по тому, что я видела, тебе станет лучше, если ты создашь стабильную модель личности. Расплывчатый эвфемизм, который значит... Геральт, пожалуйста. Я пытаюсь объяснить тебе нечто очень важное. Ладно. Только обойдись без этой псевдонаучной билиберды. Ты должен принять чью-то сторону в том, что сейчас происходит. Не важно, какую позицию ты выберешь. Главное, чтобы ты ее выбрал. Идентификация, возможно, позволит тебе восстановить память, и ты в любом случае ничего не потеряешь. Ты можешь сказать, что ты видела? Нет. Я не хочу, чтобы ты превращался в мое видение Геральта. Я хочу, чтобы ты все решил сам, не оглядываясь. По-твоему, я не должен интересоваться своим прошлым? Именно. Воспоминания вернутся сами. Ну, спасибо. Геральт. Ты говорила что-то про магические аномалии. Их могут вызывать различные события. Но что самое важное, они могут стать причиной появления настоящего зла. Когда я чувствовала подобное в последний раз, вы с одной нам обоим известной волшебницей пробовали обуздать Джина. Тогда была уничтожена половина города. Возможно, ты об этом не помнишь, но слишком многое на кону. Я ничего не помню. Я думаю, это была Едика. Мне понадобится твоя помощь. Эти побрякушки – магические сенсоры. Их надо разместить вокруг Вазимы. Тогда мы сможем найти источник аномалии. Хорошо. Конечно. Дай мне сенсоры, и я обо всем позабочусь. Мой Геральт. Он никогда мне не отказывает. А зачем еще нужны друзья? В купеческом квартале, в стене у городской ратуши, есть небольшая ниша. Второй сенсор, установив в храмовом квартале, у спуска в канализацию. А третий – на Вазимском кладбище. Мы создадим типичный треугольник Ратклифа. Ты ведь знаешь, в таких случаях эффективнее всего треугольники. Да, да. Знаю. Как ты сюда попала? Долгая история. В то время как вы, мужчины, бегаете бессмысленно по свету? Это приносит свои плоды. Не понимаю, каким образом. В любом случае, я решила найти Саламандр, используя нетрадиционные методы. И как успехи? Замечательные. Теперь мы многое знаем. Придет время, и я все тебе расскажу. А почему не сейчас? Ничего не достается бесплатно, ведьмак. Чтобы получить эту информацию, я дала несколько обещаний, в том числе обещание ничего не рассказывать тебе. Терпение. Ладно. С кем ты говорила при помощи телепорта? Ты слышал. Ну, так просто. Ничего важного. Дела чародеек. А похоже, что-то серьезное. Ты слишком много волнуешься, Геральт. Чтобы узнать про Саламандр, мне пришлось дать несколько обещаний. Тем не менее. Поверь мне, ничего важного. Пока. Увидимся. А, чуть не забыла самое главное. Что? С тобой хочет встретиться один человек. Очень влиятельный купец, Лео Варден. Он устраивает банкеты в новом Нарокорте. Хорошо. Я не слишком люблю банкеты. Там будет множество влиятельных людей. Ну, не знаю. Включая принцессу Аду, которую ты освободил от заклятия. Кажется, она к тебе неровно дышит. Я подумаю. И я там буду? Ладно, ты меня убедила. Может быть, мне удастся что-нибудь разузнать. Вот пропуск, который позволит тебе без проблем передвигаться по Вазиме. Пропуск? Ну, в дополнение к карантину, власти в Вазиме ввели военное положение. И как я умудрился это не заметить? Закон действует только в купеческом квартале. Ты там еще не был. А как пропуска регулированы комендантским часом? Теоретически, только жители квартала могут по нему передвигаться. К счастью, у меня тут есть дом, так что получить пропуск было не слишком сложно. А как насчет пропуска для меня? Я зарегистрировала тебя как жителя своего дома. Разумеется, это все фальшивка. Помнишь, мы говорили о моей личности? Конечно. Есть успехи? Все еще пытаюсь во всем этом разобраться. Геральт? А что с пропусками? Ну, в дополнение к... И как... Закон... А как... Теоретически... А как... Я за... Разумеется... Ясно. Пока. Ну, что же. Ребята, у меня пропала одна штука. А нет, вот она. Магический трактат, в котором забытые тайны, ритуалы, грома и щита. Да, интересно. Мне тут многое продать нужно. Контракт на Альгурии, на хенопсов этих сраных. Луна нужно. Так, давайте это прочтем. Типа. Так. Ну что, уходим вниз. В принципе. Это было забавно. Я думал, правда, будет сложнее. Но оказалось, в принципе, ничего сложного. Явет и профессор... Я понял, что изменилось. В прошлый раз они на меня напали неожиданно. И забрали манускрипты. В этот же раз... Все получилось куда лучше. Эй, ты! Стой! Кто идет? Да. Предъяви документ. И зачем же... Можешь пожаловаться королю? Хе-хе. Король возвратился? Нет, но все новые дикты скреплены королевской печатью. Прощай. Ясно. Шут. Не смешной. Такс. О, кузнец. Не сюда. Кузнец мне поможет. Прямо как под водой. Мое почтение. Ты оружей. Наконец-то. Так. Я хочу, чтобы ты улучшил мое оружие. Что тебе понадобится? Мне нужна будет руда или рунные камни для клинка. Ну и само собой меч. Сколько это будет стоить? Хе-хе-хе. Это сложный вопрос. Я не люблю налоги и прочие взносы в гильдию. Так что я с удовольствием приму товар в обмен на свои услуги. Чем могу помочь? Я хочу... Подарок. Да. Это правильное слово. Принеси мне драгоценный камень, который подошел бы для украшения эфеса меча для графа де Ветта. Угу. Драгоценный камень, говоришь? Камней у меня нету, но я могу что-то такое купить. О, да, мы... Чем? Так... Не взгляни запросто. Драгоценный камень? Может, я лучше заплачу золотом? Хе-хе-хе. Чем могу? Я хочу... Но ясно. Придется все-таки найти ему камень. Чертов придурок, ну. Ладно. Тогда пошли сразу в храмовый квартал, чтобы не терять времени. Такс. Эти кварталы я вообще не помню. Если вот предыдущие я помнил довольно-таки хорошо, знал последовательность действий, даже чё, куда, зачем, то здесь все крайне и крайне плохо. Так, пехотинцы, ловчие. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. Пошел в жопу. Место потеряло свое очарование с тех пор. Так, сори, ста караты тут всякие тусуются. Калькштейну еще ж надо сдать квест. Он мне тысячу золотых обещал. Ну, Винсент, как дела? Привет. Есть еще задание для ведьмака. Я больше этим не занимаюсь. Обратись к главному. Ясно. До встречи. Пока. Сохранимся. И... Сдадим, в принципе, квест Калькштейн. Я теряю время. Эльфы хуже всех. Я ненавижу этих остроухих ублюдков с тех самых коротких. Так. Что да? Ты у нас продаешь всякого рода приколы. Плохо. Я не помню у кого. Значит, скорее всего, у Левого Ардена. Белые розы, красные розы. Кто за перикрасные? Блин. У тебя нету камней. Это плохо. Калькштейн где-то внизу должен быть. Постоянно в своей лаборатории торчит. Что-то я как-то очкую. Не хочу я туда отправляться. Хотя, блин, почему нет? Сейчас сохранюсь. Да и прыгаю в этот портал. Чей не насрать мне. Вдруг это меня к Калькштейну перенесет. Ну вот. Башня Мага. Альбедо. Альбедо. Да, это ухо. Где он? Алькштейн. Приветствую, ведьма... Привет, Калькштейн. Как дела? Что ты делаешь в этой башне? Наконец-то! Я столько ждал этого дня! Калькштейн. Величайшее открытие в моей жизни. Ведьмак, я должен подготовиться. Так что сам понимаешь. Знай, я у тебя внеоплатном долгу. Ты заслужил свою награду. Ты черенок. Ты черенок. Эх, а что у тебя есть? Продадим немножко. Этих приколов. А-та вообще ничего не стоит. Под мхай лежит. И это ничего не стоит. Да ладно. В принципе, 2000 монет у меня есть. Давайте в лабораторию к Калькштейну. И обратимся там к кузнецу. Может он сможет что-то сделать с моим оружием. Но мне бы очень хотелось найти Деклана Леуардена. Потому что у него по-любому есть камни. Он по-любому этим промышляет. Так-с. Но Деклан, сказала, Трис будет аж на приеме. Поэтому придется ждать. Ничего не поделаешь. Так-с. Покажи. Господин. Господин Хивай. Господин Хивай. Не насрать на него. Обычный алкаш. Ваш господин Хивай. Старый. Занудный. Алкаш. Так-с. Что такое? Могу. Конечно. Так. 40% к повреждению. И 30% к вероятности кровотечения. Это 30 и 20. Блин. И то, и то очень хорошие славные мечи. Но это 1000 золотых стоит. Мечи выгонят из трех красных кусков метеоритного железа. Для боя против людей. На большинство чудовищ не действует. Эх. Да, давай сделаем. Вроде обычный меч, правда? Но не так все тут просто. В жопу сосуществляне! У меня там еще один кусок красного остался, поэтому я думаю, за счет него можно будет улучшить. Но это пока что все. Отправляемся обратно. Тут купеческий. А нет, стоп. Тут возле канализации. Надо бы маячок закрепить. Тут сказала Трис. Такс. Дай пройти. Малыш. Малыш. В глотке пересох. Спасибо. Такс. Ну не знаю, стоило ли брать этот меч или не стоило. Но в любом случае это неплохо. Дом могилы. Дом Вивальди. Дом барыги Талера. Так, давайте-ка пойдем мы через... Что? Пойдем мы через... Кладбище. Потому как... Через кладбище мне там нужно еще маячок поставить. И тогда уж только... Тогда я могу поставить маячок где-то в купеческом. Квартале именно. Что это? Что? Начали тренироваться, смотрите-ка. Зигшит. Слушаю тебя внимательно. Что ты здесь делаешь? У меня есть странное предчувствие по поводу настоящей причины введения военного положения в купеческом квартале. Я хочу подготовить свой отряд к возможному бою. Довольно. Но, раз уж ты здесь, возможно, ты сможешь мне помочь. Как? У меня сейчас нет на это времени, но ходят слухи, что на городском кладбище пропадают люди. Возможно, стоит узнать, что там происходит. Насколько я понимаю, мне полагать... Да, конечно, не считая благодарности ордену. Хорошо. Хорошо. Я постар... Благодарю. Зигфрид. Только то, что люди боятся туда за... Мы не можем... Ну, ясно. До встречи. Так, ну занимайтесь чем? Я по-любому иду сюда. Нагильщик! Здорово! А я без ключа зашел. Я думал, придется ключ у него брать. Как в прошлый раз. Но нет. Укусы, царапины, сломанные кости. Кто-то хотел добраться до костного мозга. Похоже на работу гулий. Ясно. Значение гулий. Серебро, пожалуйста. Кто-то там живет, че? Вот ты и попался. Не понял. Упоительно! Что? Упс! Пардон! Совсем забыл о манерах! Кончай пялиться! Гулим же тоже надо как-то жить! О-о-о! Никогда раньше гуль не видел! Многих видел, но говорящих. Многих видел, но не говорящих. Не хочу хвастаться, но я исключение. Мои родичи, конечно, совсем не разговорчивы. Предпочитают рычать. Я нашел несколько трупов. Знаешь об этом что-нибудь? Это не я. Я живых не ем. Но я знаю, кто это сделал. Так что давай заключим сделку. Я тебе рассказываю, а ты сохраняешь мне жизнь. Договорились. Договорились. Что ты знаешь? Я тут видел в последнее время много островухих. Не знаю, чего они ищут, но они грабят могилы и лазают тут в округе. И убивают всех, кто становится у них на пути. Островухих? И твоя маленькая семья их не трогает? Они на вкус отвратны. Очень сухое мясо. Плюс они же приносят еду. Спасибо за информацию. А теперь проваливай. До встречи. Да, пока. Офигеть, он вообще какой-то странный. У меня даже имя есть. Ёпа-на-мать. Так, сенсор. О, зарылся. Красавчик. Куда тут эту штуку выткнуть? А вот. А вон они эльфы. Ну что, херяли, что ли? Чего ты ищешь тут, ведьмак? Убийц. Тогда иди в город. Там обитает преступный народ. Мы сражаемся, чтобы выжить. Люди понимают только язык силы, и мы говорим с ними на нем. Сомневаюсь, что ты проживешь долго. Ты угрожаешь нам, Дхоэне. Однако, знаешь, что шесть обезьян и людей, женщины и дети в том числе, остались внутри гробницы. С гулями. Убей нас, и никогда не доберешься до них вовремя. Черт. Помоги им, и мы успеем уйти. Выбирай, мутант. Какие, блядь, разборки, главные люди. Продолжение следует... Ты спас нас от верной смерти. Спасибо тебе. Эльфы оставили нас на съедение чудовищем. Где остальные? Эльфы говорили про шестерых. Они убежали по коридорам, Милздорь. Мы слышали ужасные крики. Видно, чудовища до них добрались. Выбирайтесь отсюда. Я перебил почти всех их. Слава Милители и будь благословен. Еще раз благодарим тебя. Да, давайте отваливайте. Блин. Да уж, это было... Да было ужасно на самом деле. Ну, эльфы-выродки. Так, вот там был Реймонд. Как вы помните, наверное. Надгулей надо избавиться. В любом случае, поэтому... Ты чё, меня ультразвуком решил заглушить, дебил? Тсс. Конченные. Так. Ну ладно. Все же, дорогие друзья. Я уж буду отсюда выбираться. Я думаю, тут людей больше не осталось. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Продолжение следует...